Стойкий и неприятный запах ощутили многие жители областного центра накануне ночью. Одним показалось, что пахнет газом, другим, что гарьем. Сейчас все детали происшествия устанавливает природоохранная прокуратура. В причинах внезапно появившихся в воздухе зловодных ароматов разбиралась и наша съемочная группа. Пахнет газом даже через закрытые окна. Такими сообщениями сегодня усеяны большинство групп в социальных сетях Иркутска. Накануне ночью многие жители областного центра почувствовали странные нотки в воздухе. Не чувствую, нет. Хотя вчера читала, что многие жалуются и в сводке тоже везде написано было, но специально вышла на балкон запаха, не чувствовала. Слышала бабушка, говорила дома, но я не чувствовала. Как будто котельную завели. Вот так было. Подобный запах жители региона ощущали в начале августа, когда Прибайкале накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии. Тогда в задымлении оказалось более 360 населенных пунктов области. А специалисты российского Greenpeace нашли в воздухе серьезное превышение хлороводорода. В столице Прибайкале аж в 4 раза. Эти данные перепроверяет Иркутск гидромедцентр. Мониторинг атмосферного воздуха там проводят 72 раза в сутки, каждые 20 минут. А по одному загрязняющему веществу производят 500 наблюдений. В этот раз превышения загрязнений в областном центре зафиксировано не было. Некоторое повышение от значений нулевых до 0,4 ПДК по сероводороду наблюдалось в период с 11 часов до 2 часов ночи. Было некоторое повышение. Но превышение ПДК не наблюдалось. Конечно же у нас еще некоторые показатели находятся в аналитической обработке. Это такие как аммиак, бензопирен, формальдегид. Случаи превышения по этим показателям наблюдались в Ангарске, Уссуле-Сибирском и Зиме. А вот назвать причину возникновения загрязнения воздуха специалисты пока не берутся. Свою проверку по информации СМИ уже организовала Байкальская природоохранная прокуратура. Изучение всех обстоятельств займет неделю. Олег Федоров, Андрей Назаров. Новости по будням.